Всем привет, дорогие зрители ВПЖ! Этот год был довольно интересный, и мы решили поспрашивать у прохожих, могилевчан, чем же им запомнился 2022 год, и где же они собираются праздновать этот Новый Год. Поехали! Как вы планируете праздновать Новый Год? Дети маленькие, будем дома. Что самое хорошее у вас произошло в 2022 году? Успехи в бизнесе. Вы работаете в криптовалюте? Нет. Что вы хотите пожелать? Всех с Новым Годом, с новым счастьем, успехов в бизнесе, Владимир. Да и все. На площадь Катриума пойдем. А расскажите, вот помните какой-нибудь самый яркий для вас Новый Год? Помню, я встречал Новый Год, когда в доме было, в построенном коттедже, была температура 11 градусов. Трясло всего, это был самый яркий год. А где планируете праздновать Новый Год? Я собираюсь в компании друзей. Я сначала с этой компанией, а потом я хожу в театр. Так что мне потом в театр. Вы актриса? Нет. К сожалению. Какую пьесу и куда? Ну вообще я в Орши живу. Ну и туда, в Паведу хожу. Где лучшая шаурма Орши? На вокзале. Скажите, что у вас самое хорошее произошло в 2022 году, да? Второй год. Познакомилась с людьми, так скажем. Вот. Ну и в принципе сейчас день самый лучший. А Панду в этом году купим? Да. Как вы планируете? В семье, дома. Откроем шампанского. Будете желание загадывать? А как же, конечно, еще бумажку скушаем. Сбудется? Обязательно. У меня все сбывается. Отлично. Вы потомственная кто? Колдунья или нет? Нет. Я потомственный педагог. Что преподавали? Биологию. Если бычок доминирующим как-то геном, что-то там рыжий, а корова белая, сколько процентов вероятности, что будет белый теленок? Да. Нет, подождите. Скажите, вот. 50% рыжий. Да. А как, вы узнали, что он 50% рыжий? Откуда вы узнали? Ну, я учил. А белый, вот, и будут рыжие, а будут и белые. Но если там 25 было рыжих, значит, белых будет больше, потому что там 75 рыжих, да? Интернету я бы хотела чушь не писать, писать только правду, только конкретно, с примерами, со всем. А чушь, которую где-то бабка старая сказала, вот, а перевернули, вот, и напечатали. Вот это уберите с интернета. Хорошо. И маты уберите с интернета. Где вы планируете праздновать этот Новый Год? Чтобы мы знали еще. На семье, наверное. Что хорошее произошло в этом году? Много. Се появилось. Что появилось? Се. А это что, с прицепом или что это? Это машина, нет? Это на чем-то можно ездить. Это вариант CT. А, я думаю, это правда. По биологии, знаете, все, хорошие оценки. Могу порекомендовать прекрасного учителя, она туда пошла куда-то там. Мы не сдаем биологию. А я пожелала сдать удачный экзамен на 11-классников. Да, желаю, чтобы этот год был хорошим. Все ваши мечты исполнились. Спасибо. Где планируешь праздновать Новый Год? В парке. В каком парке у нас? Где Ози? Печерск называется, наверное. Так, а вы с кем и где планируете праздновать Новый Год? С семьей, дома, с сыном, женой. Расскажите, что самое хорошее у вас произошло в этом году? Не знаю, хорошее, наверное, каждый год происходит. То, что у меня растет сын, да, у меня чудесная жена. Слава богу, живы-здоровы родители. Вот. Что? Вот, и появилась сосулька сегодня. Хорошо. Как ее зовут? Смотри, как твою сосульку дала. Ну, хорошее имя. Желаю всем не унывать, да, веселья, не стоять на месте, самое главное. Всегда двигаться вперед, уделять побольше времени своим родным и близким. Ну, и пускай каждый год будет лучше. Спасибо вам, вашему сыну Матвею и сосульке. А где планируете праздновать этот Новый Год? Скорее всего, с семьей. Если я тоже с семьей. Предыдущих Новых Годов запомнился? Самый яркий какой-то момент был? Да, 2019 год, когда я праздновала не дома, а с своей тетей и дядей. В другом городе, наверное? В этом городе Могилев. Салюты запускали, строили снеговика. Чаще всего, я такого не делаю. Почему? Снег в Рипке был пару дней назад. А где с Рипки что-нибудь? Времени не было как-то. Найдете еще время. А у вас какой-нибудь запомнился? Да, я тоже ездила к тете и дяде. Это не было одного того? Нет. Мы ездили в Минск. Мы тоже запускали салют. Мы ходили на Павловную площадь к елке. Ну, и любили снеговиков и так далее. Ну, побольше подарков вам подарили бы на Новый Год. А вы дарите подарки? Да, конечно. Родителям, родственникам. Что собираетесь подарить? Еще не решили, но смотрим варианты. А вы пожелаете что-нибудь? Хорошего Нового Года. Единственное, что могу пожелать. Всего хорошего и вам. Мужики, не снимайте, пожалуйста. Я сейчас вчерашнего плохо не могу даже ответить. А что вчера было так хорошо, что сегодня плохо? Вчера было так хорошо. Вчера было очень хорошо. А на Новый Год планируете так же? Новый Год планируем, но не знаем где. Что самое хорошее в этом году произошло? Для вас? Уволился с работы. А где работали? Вон касации, вон едут мои хлопцы. Наоборот же при деньгах были. Это кажется. Рядом это кажется. Скажите мне, пожалуйста, планировали ли уже, где будете праздновать этот Новый Год? В Баре. Куда пойдете? Еще решаем. Хорошо. А три лучших бара этого города? Рики-тики, здрава и третий я еще не знаю, поэтому пока что два. Чем вам запомнился каким-то ярким, положительным моментом этот уходящий год? Окончанием университета. Ну, допустим. Кто из вас... Вы оба запомнили? Оба, да. А на кого учились? Инженер-электрик. Оба. Электропривод? Да, электропривод. Да и я же электропривод. Что-нибудь хорошее спросил. Ну, куда пойдете работать теперь? Я работаю преподавателем в политехническом колледже. Преподаю специальные предметы. А я экономист. А ты к ней электропривод? Ну, я как бы от него, но я пошел. А конструкторов не хотите на БелАЗ пойти? Нет. Есть вакансия. Тысячу будете получать сходу. Я и так получаю. Пожелайте что-нибудь нашим зрителям. Хорошее. Ну, если хотите, можете плохое. Я согласен. Спокойствие и гармонии в следующем году. Думаю, это самое важное. Как тебя зовут? Настя. Скажи, пожалуйста, ты планируешь праздновать Новый год? Да. А где ты его планируешь? Где-нибудь, ну, на улице, либо дома. Уже придумала, какое желание загадывать? Да. А слышала такое, что если... Ну, нельзя рассказать, какое желание, да, загадываешь? Да. Какое ты желание загадал? Ладно, не говори. Пожелай что-нибудь нашим зрителям наступающему этому году. Желаю вам здоровья и счастья. Ну, что вы мне расскажете? Что вам рассказать надо? А что хотите? Мне все интересно. Я хочу познать. Мы знаем, что рассказать. Как зовут ту девочку, которая пошла? Откуда мы знаем? Настя ее зовут. А вас как зовут тогда? Злата. Доминика. Какие у вас красивые имена. Скажите мне вам, где вы планируете праздновать этот Новый год? Дома. Со всеми. Ну, дома, наверное. А когда-нибудь праздновали? Не дома, там, где-нибудь в гостях? Праздновали. И как это прошло? Что вы делали? Отлично. Кушали оливье. А в 12 пошли спать. А если ты проспал Новый год, то считается, что ты еще живешь в прошлом году? Или нет? Нет. Запомнился какой-то вот этот год уходящий? Может, было хорошим чем-то? Ну, гуляли много. Да, летом запомнилось. А зимой гуляли? Зимой только вышли. А где лучше всего гуляется по Могилеву? На Печерске. Да. Желаете что-нибудь? А что нам пожелать? Ну, добра, любви и света. Да, нам надо идти. Все. Не света, а Доминика. Ну ладно. Планируете как-то праздновать этот год уходящий? Ну, не знаю. Не уверен. Возможно, съезжу куда-нибудь. Минск, там, Санкт-Петербург, там, куда денег хватит. А вы сами местные? Да. А были часто в Санкт-Петербурге? Ну, раза три, наверное, ездил. Один раз с друзьями, один раз с родителями. Что там вам больше всего понравилось? Ну, как больше всего. Съездили один раз с родителями в гостиницу, родителям по работе отсидел, а второй раз с друзьями, что-то пошли в кальяны туда-сюда. Поэтому так особо в городе не был. В чем сила? В уме. Скажи, с чем тебе заполнился этот год уходящий? Ну, было много приятных эмоций. Выиграл международный конкурс. Один, ну, на гитаре играю. Забрал гранд-при в Могилевском конкурсе. Ну, и все, наверное. А ты в группе какой-то? Нет, в музыкальной школе один играю. А в какую школу ходишь? МГККИ. Какую номера? Нет номера. Могилевская государственная гимназия колледжа искусств имени Евгения Глебова. Из предыдущих новых годов, ну, празднований, да? Тебе запомнилось и чем? Да, мы ездили в Минск. Очень круто погуляли по городу с друзьями, с родителями. Ну, классно, в принципе, прошлись по городу. В Минске я бываю не часто, хоть оттуда родом. А так, ну, вот этим и запомнилось. Какой самый красивый город в Беларуси для тебя? Наверное, Гродно. Зрителям желаю удачи, успехов, денег, ну, и удачи, в принципе, что ли. И ум? Само собой. Сбрин? 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 Сбрин фестиваль. Чунде! Ты знаешь Чунде? Чунде! Нью-Йор. Нью-Йор. Да. Ты можешь следить мне. Чунде! Да? Дикс Фирштеин. Окей. Твоя страна? Да. Я думаю, это очень красивая страна. Я понимаю, почему? Все, 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 все. Так что, мы любим вас. Мы любим вас всех. Что вы делаете там? Студить. Да. Мастер. Мастер. Ты знаешь? Да, да, да. Могилиев. Могилиев. Университет. Да, Могилиев. Окей. Ты едешь белорусскую еду? Я думаю, что некоторое еду очень вкусное, но некоторое еду я не могу съесть. Мы просто любим вкусную еду. Ты любишь вкусную еду? Я знаю, что ты любишь вкусную еду. Да, мы так делаем. Мы любим вкусную еду. В следующем году просто работайте. Работайте очень сильно и сделайте деньги. Да. Ты работаешь здесь? Нет. В следующем месяце я вернусь в Китай. Где вы планируете праздновать этот Новый год? Этот год мы планируем праздновать у друзей, ну и в кругу семьи в общем. У вас такое же мнение? Да, такое же. Точно. А чем вам запомнился хорошим, каким-то ярким моментом уходящий год? Хорошие моменты были, но не так много, как хотелось бы. Плохие моменты выступают больше, чем хорошие. Переключаться нужно, нужно отдыхать, отвлекаться от плохого и смотреть на хорошее почаще, чтобы себя не вгонять в краску и людей вокруг себя. Хотелось бы того, чтобы они не расстраивались из-за всех вот этих проблем, которые сейчас происходят, и чтобы в будущем у них было все хорошо и у их родных. Куда идем, такие довольные, красивые? В Атриум. Что там делать? Мы сейчас. Покушать. Покушать, да. Обязательно. А вы стаканчики подбирали когда-нибудь и доливали туда с бургера? Ну, я так тоже никогда не делал. Ладно. Где планируете праздновать этот Новый год? Ну, с друзьями, я думаю. Да, мы в своем городе. Мы из Витебска вообще. Мы сегодня приехали на конкурс. Что за конкурс? Золотая мечта, театральный конкурс. Вы актрисы? Ну, конечно, да. Актрисы. Мы актрисы. Что играете? Сегодня мы выступали как стицы. У нас была номинация «Художественное слово», где мы представляли свои произведения. У нас гласольная программа. Вы из стихи еще пишете? Конечно. Ну, так давайте, зачитайте нам. Я скажу то, что ни для кого не секрет. Есть миллионы жизней. Есть миллионы историй. Большинство из них абсолютно скучны и однообразны. Но есть те истории, одни на миллион. Не похожие ни на одну другую. Ну, как-то так. Чем вам запомнилось каким-то ярким моментом этот уходящий год? У нас в городе есть театр Мякуба Колоса, и мы там заняли второе место. Да, это достаточно престижный конкурс. Как бы было круто. В чем? Тоже в... Да. Да, когда у нас был спектакль. Я не знаю, что говорить. Я могу сказать, что... Да, она правильно выразилась, что мы пошли в театр Мякуба Колоса, заняли там место. Но я могу сказать, что главным в этом году была поддержка друзей, вообще наш творческий коллектив. Я очень рада, что я попала сюда, потому что как-никак мы тебе одна семья, и я рада, что эта семья нас всегда поддерживает в любых начинаниях. Да, и вон у нас стоит прекрасный водитель, который пришел в театр Мякуба Колоса. Ну, не знаю, может, у нас как-то мы тянулись с этого самого детства. Вот я участвовала там в разных спектаклях, и вот в девятом классе меня позвали просто сыграть в массовке и снежиночку. Вот, и потом оно начало как-то развиваться, и в будущем я вообще хочу связаться с этим, в свою будущую профессию. Я тоже в детском садике, я была очень творческим ребенком, меня везде брали, везде участвовала. И как-то я любила всю эту атмосферу, мне все это очень нравилось. Поэтому я, наверное, пришла к такому, что я хочу в актерская пойти. Могу сказать, что мы с самого начала как бы пытались попасть в театр, нам всем это очень нравится. Когда вообще мы слушали про театр, у нас у всех был шок. Мы вообще были очень рады, что такое есть, потому что как бы для любого из нас это было мечтой. И когда мы попали, как бы наша мечта осуществилась. Когда мы начали занимать места, ездить на разные конкурсы в разные города, это было просто шикарно. Актер театра от актера кино чем отличается, как вы считаете? Я могу сказать, что актер театра, у него есть одна попытка, во-первых. Потому что если ты актер кино, то ты можешь переснять. А ты актер театра, значит, у тебя есть одна попытка, один шанс. И когда ты стоишь на сцене, перед тобой много зрителей, ты играешь совсем по-другому. Твои чувства абсолютно другие. И я могу сказать, что кино, да, ты играешь как в жизни. Но в театре, возможно, приходится чуть-чуть переигрывать из-за того, чтобы надо просто лучше показать свои эмоции или еще что-нибудь. И для театра, мне кажется, возможно, сложнее также. Да, для театра, мне кажется, это сложнее. Сложнее. Ну что ж, мы желаем вам успехов. Мы желаем, чтобы каждая ваша мечта сбывалась. Также, чтобы каждый ваш день был наполнен улыбками, счастьем, радостью. И чтобы все у вас было хорошо. Желаю вам тепла и любви, уюта в вашем доме, чтобы у вас все получилось в новом году. Что ж, за этот входящий год вы увидели очень много выпусков ВПЖ. Это последние в 2022 году. А в следующем вас ждут и немножко новые форматы, новые, возможно, ведущие. Спасибо за просмотр и с Новым Годом! Нужно уметь выживать, адаптироваться. А интеллект, это и есть свойство адаптироваться. Конечно, конечно. Показывает, как человек адаптируется к условиям. Ну разве, ну, там, 200 лет назад мы могли говорить про какие-то специальные знания, да, там, про эрудированность. Нет, но интеллект же тогда присутствовал, и такое понятие. Поэтому это... Даже я думаю, что у нас уменьшается из-за того, что он... Нам нет необходимости использовать такое количество информации и знаний. Я уже недавно, кстати, в подкасте слышал про уменьшение мозга.